Дагестан Мы говорим об итогах этого турнира У нас в гостях Гаджи Магомедович Рашидов Главный тренер сборной Дагестана По вольной борьбе 15 медалей Но из них только 3 золота Вы довольны итоговым выступлением наших? Обычно у нас бывает 5 или 6 медалей Золотых Ну уже вы сами сказали Доволен или недоволен 3 медали мы обычно с чемпионата России Или с международного турнира Ярыгина Привозим по 5-6 медалей Поэтому надеялся на большие медали Получилось так Что не все в такой оптимальной форме Тоже сборная команда наша Поэтому все основные Которые должны были Мы расшитывали на золотые медали Эти ребята Чуть-чуть так Как сказать Отборолись не так Поэтому мы не досчитались 2-3 медалей Турнир очень интересный Получился сенсационным В некотором роде Потому что Явные лидеры Они не вошли даже в тройку Кто удивил? Кто отборолся не в полную силу? И в чем причина? Давайте начнем сразу С Абазгаджи Магомедова 61 Он в 1-4 уступил Алику Хадарцеву Ну главная сенсация Да У нас Абазгаджи Мы на него расшитывали 61 килограмм В принципе это наш лидер Ну опять-таки Да такая схватка Он до этого выиграл У чемпиона Европы Вес 57 У Тускаева Азамата Все вроде бы шло хорошо Ну схватки с Хадарцевым Как говорится Наверное Нашла коса на камень Начал хорошо 2-0 ввел Начал хорошо Видимо не так настроился И чуть когда там перестроиться Потом тяжело бывает Обычно это в схватке Когда ты надеешься Что пойдет легко схватка Ты уже чувствуешь там сопротивление Чуть перестроиться тяжелее бывает И на своих ошибках Фактически он все Все баллы проиграл на своих ошибках Все свои проходы Которые он делал Которые он должен был сажать оттуда Он оттуда отдал 2 балла И такая получилась Такая красивая схватка Получилась Но она была не в нашу пользу Ну к сожалению Он атаковал Соперник Да Его атака За счет этого брал балл Контратака Да Сгонка веса не сказалась Потому что В один момент Он перешел на 65 Ну есть такие моменты тоже Но я как думаю Я буду с ним говорить Он до этого поехал В Казахстан От Ирау Там был международный турнир Он отборолся там В любом случае Она Такие схватки Тренируется Это соревнования Дают о себе знать Мы думаем Что она идет Без последствий Бывает Хотя он отборолся Две недели назад В Атырау В весе 65 Он там выиграл Но я думаю Оно дало Оно дало о себе знать Это дорога Это нервные переживания Когда настрой Каждой схватки Она дает о себе знать Здесь Сегодня В этом Владикавказе Он Вес Понятно Согнал вес Психологически Видимо Чуть-чуть Как-то Устал Я думаю Такие моменты У него были Поэтому В следующий раз Надо выбирать Нам Не друг за другом Два соревнования А один Старт Один выбрать Где надо отбороться То есть Чтобы восстановиться Конечно И показать Хороший результат Мы За третье место Он не вышел Без квалификации Там Чуть-чуть Недоразумение С судьей Потом Как-то так Не знаю Будем с ним разговаривать Опять-таки Есть такие моменты Понятно Судья Показал свое мнение Мы кинули челлендж Там его рассмотрели Если его рассмотрели Уже трое судей Главный судья рассмотрел Зачем Уже мы ничего не можем Там поменять Поэтому Челлендж бросили мы Они дали В другую сторону Эти баллы Поэтому Видимо Что-то судей Не понравилось Ну конечно Абазгаджи Тоже какие-то Были наверное Претензии Чуть-чуть Слово за слово Они показали Красную карточку Показать Показали Но потом Вроде бы Все Мы решили Поговорили Поняли друг друга И судья понял И он понял Ну пришли к единому Вроде бы Все нормально Мирному соглашению Да Но тем не менее В этом весе До 61 килограмма У мусульма Мехтиханова У нас бронза Как оцените Выступление После Абаза Уже я думал Мехтиханов Будет Ну я планировал Что финал Будет Мехтиханов И Абаз Как Абаз Проиграл Я рассчитывал На Мехтиханова Муслима Он выходя Уже проигрывает Складку Получилось Да В этом весе Бронзовая медаль Ганишев Мехтиханова Почему-то Чтобы ее не усугублять Он Мехтиханова Остался По весу Максимум В Владикавказе Турнир И выиграл У хороших ребят Выиграл Поэтому Будем смотреть Будем чуть вес набирать Наверное Или Как-то менять тактику Если 97 97 тоже у нас Есть ровный состав Поэтому я думаю 125 ему комфортно Его оставим В этом весе Абсолютная весовая категория Шамиль Мусаев Все-таки уступил Открытию Наверное Этого турнира Олег Ханук Цоева Ну Уступить Да Уступил Не проиграл Уступил Уступил На последних секунд Конечно Я не стал С ним после схватки Разговаривать Потому что Я бы его поругал Он мог Брать баллы Смог бы взять Если бы он захотел Взять больше баллов Он взял бы эти баллы Больше тоже Но я не знаю Почему у нас Такая психолога Удержать Удержать Вот это выигранные Свои 2-3-4 балла И хотят На этом удержании Выиграть схватку Но не Не всегда получается Тоже удержать Поэтому надо бороться Выходите Боритесь Он Тем более Если брать По весу Тоже Ну веса больше Если бороться По возрасту И возраст По старше Если брать И по опыту И опыта По больше Но выходите Боритесь Зачем удерживать Эти баллы Поэтому Видимо Где-то хотел Удержать И вот так За 7 секунд Отдал Вот эти 2 балла Я так и не понял Что с ним случилось В этой ситуации Или устал он Или провалился Там как-то Непонятно Я его не Тем не менее У него серебро В абсолютке Ну поговорим О серебряных Медалистах Мухаммед Тахир Ханиев На 92 Как он вам На этом турнире Ну Мухаммед Тахир Ханиев У нас 86 Борется Фактически У нас здесь Он решил бороться 92 Тоже неплохо Очень отборолся У него За выход В финал Была такая Схватка С Яудином Амаровым Тоже конечно Такая Бал в бал Они шли В конце Как где-то Там какие-то Я уже Видел Сдалека Эту схватку Где Судьи Там Спорные моменты Какие-то были Они решили В пользу Ханиева Это на последних Секундах Произошло Ну В финале Он Отборолся Проиграл Борода Более опытному Цакулову Конечно Цакулову Опытный Призер Европы Призер России Рыгина Выигрывал Поэтому Ханиев Фактически Неплохо Отборолся На этом турнире Не считая Зиавдина Амарова Зиавдина Амарова Фактически Тоже должен был Я думал Они будут В финале Цакулов Фактически Надо работать Работать надо Всем Ну Теперь поговорим О тех Кто выступает За другие регионы Выиграл Один из ярких Наверное Финал В 8-6 Это Магомед Нуров И Малик Шавай Да Получилась Такая Очень Интересная Схватка И Как Вы знаете Уже Шавай Выигрывая Схватку Не первый раз Второй или третий раз Второй или третий раз Но последние два раза У нас Скадиев На чемпионате России У него Произошло На последних секундах Он отдал Складку Что здесь Тоже на последних секундах Отдал эту схватку Такая Ну Как сказать Последние Вот эти моменты Я видел эту схватку Когда Нуров Поднял его Наобратный Поднял И перед ним Табло Прямо Перед ним Я смотрю Он и на табло Там идут Доли секунды Идут Доли И уже надо бросать И то доли Он бросил И закончилось время Тоже очень такое Интересное Интересное Такое противостояние Было у них Шамиль Мавинов Уверенно выиграл Этот турнир Кстати Как он После этих Всех перипетий С Олимпиадой То что Участие Не участие И так далее Он эмоционально Психологически Восстановился Ну Приходит Потихонечку В себя Это здесь Он показал Себя тоже Показал Складки Очень уверенно Уверенно Ну 65 Пока он Здесь В Ладикавказе Он пока Он был лидер Я ему Сказал Почему не боролся 70 килограмм Потому что 70 Ему Было бы Более интереснее Нам И посмотреть Нам было бы Интереснее И ему самому Тоже Пробороться Было бы Интереснее Ну 65 Там Помоложе Ребята Конечно В финале Он например Сфатзаев Молодой парень Осетин Осетин Да Выиграл 10-0 Это уже За минуту Полтора Что ли Поэтому Он там Конечно 65 На этом турнире Был на голову Выше Выше Сильнее всех Там был у нас Ферзали И Гаджимурад Амаров И Гаджимурад Амаров Да Они не встретились Правда Но они взяли Бронзовую медаль Оба бронзу Да Ферзали Выигрывая 7-1 Проигрывает Фатзаеву За последние Опять-таки На последних Секундах Отдал эти Два балла 8-7 Проигрывает Он И Амаров Гаджимурад То же самое Выигрывает 2-2 У Мамедова На последних Секундах Отдал тоже Два балла 4-2 Проиграл Мамедов Такие Интересные Так Схватки Шли Поэтому Мамедов Мамедов В финале Показал Что он Пока 65 На высоте 70 кг Авдулмажет Кудив За Таджикистан Он просто Разнес В пух и прах Очень опасно Очень опытного Монгола Очер Тумура Монгола Выиграл Но я Скажу Что он Два раза Ему до этого Проиграл На Азии И на Играх Азиатских Вроде бы Два раза Абдулмажет Ему проиграл Здесь уже Но проиграл В каком весе 65 65 А здесь 70 Может быть И сагонка Мешается Здесь чуть-чуть Я сегодня Как раз С его тренером Его тренер Его есть Его брат Есть С ними Разговаривал Они Мы Говорит Чуть тактику Поменяли На ногах Он тот Очер Монгол Очень крепкий На ногах Корпус В корпусе Он такой Мощный На ногах Чуть более Послабее Поэтому мы Поменяли Чтобы Не лез Наверх В корпус На ногах Поработали Проход Там Проход Посадил И накат Оттуда Сделал Вроде бы На этом И закончилась Схватка 57 килограмм У нас Ислам Базарганов К сожалению В финале Выступил Выступает За Азербайджан 0-5 Начиную Монгушу Набирает Потихоньку Ислам Ислам Азербайджанец Он да Набирает Он всегда У него Такая ровная Он везде И на Европе И на турнирах Тройки бывает Но Я думал Он С начином Тоже Отборется Лучше Потому что Он до этого За выход Финал Выиграл 10-0 У нашего Младшего Хабиба Хабиба Мехтиханов Выиграл 10-0 Думал Хорошей формы Наверное Должен быть Отбороться В финале Получше Но Начин тоже У нас Как раз так Две недели назад Он Медведя Выиграл В тройке России Всегда сидит Поэтому Хороший парень Но В данный момент Начин был Лучше Ну вот там есть У нас Две бронзы Хабиб Мехтиханов И Абубакар Муталиев Оба Да Это младший Хабиб Мехтиханов Младший брат Это Муслима Мехтиханова И Мусим Мехтиханова Он тоже 57 набирает И плюс Мути Муталиев Наш Он боролся На чемпионате Чемпионате мира Три года Пятым Стал Опытный парень Тоже Поэтому Фактически Муталиев Я думал Будет в финале Но Видимо Где-то Что-то Не хватило Поэтому За выход В финал Он проиграл Но Стал Третьим Ну Наверное Тренерский Штаб Нашей сборной Рассчитывал На 97 Что и Алихан Жабраилов Будет в финале 97 Да 97 У нас За выход В финал С Кцоевым У нас Алихан 97 Был Алихан И был заявлен Курбанов Магомед Магомед Кстати Почему он не боролся Курбанов У нас заболел Он там был заявлен Там на месте Был Вот этот Лимфоузлы Опухли Простуда Какая-то И На взвешивание Не пришел Он не смог бороться Как раз таки Они были в разных Группах И я надеялся Что они будут Оба выйдут Со своих подгрупп И будут бороться В финале Ну За Курбанов Наш Алихан Сказать сейчас Я не буду Чуть тоже Приболел Не был особо здоров Но в любом случае Он боролся К Цоев Сделал хороший проход Контратаку Сделал К Цоев Мы Четырехбальный Четырехбальный Мы Челлендж Бросили Они рассматривают Мое мнение Они Суды Когда говорят Если ты Атакуешь Контратака Атакуешь Действия Атакуешь Там Говорят Четыре балла Поэтому Мы его бросили Они дали Четыре тому Балл Алихану И В общем Еще Челлендж Проиграли Челлендж Проиграли 5-0 Начало И теперь Алихан Догонял Догонял Где-то Конечно Уставал И Где-то Догнал Снова Отдавал Не успел Времени Хватило Не успел Догнать И схватка Закончилась 6-7 По-моему 8-7 7-8 Уступил Год Так закончился Не успел Алихан Догнать Теперь В общем Какие выводы Тренерский штаб Сделал По этому Турниру Потому что На кого рассчитывали Скажем так Не добрали Мы Три золота Я имею ввиду Алихан Жабраилов Я имею ввиду Абазгаджи Магомедов И Шамиль Мусаев Мог все-таки Взять И в абсолют Пока Выводы Делать Выводы Мы сразу Не сделали Турнир Закончился Воскресенье Сегодня только Он на что Сегодня уже пятница Нет Турнир закончился В среду Второго числа Да Второго закончился Будем На первых сборах Уже будем сидеть С тренерами Сядем Обсудим Эти все моменты Ну по телефону Конечно Обшали Спрашивали Спрашивали Кто как Боролся Будем делать выводы Да Абазом Чтобы он не Раскидывался Этим весами Или 65 Или 61 Определился Пора уже определиться Конечно Усманов Ахмед Чтобы тоже Определился С весом Нам надо Алихану Алихану Он с весом Определился Он определенный С весом Алихану Просто Ну там В принципе Получилось Он бы его проход Тот от безысходности Сделал Контратаку Там такого Алихана Такой ошибки Тоже не было Фактически Поэтому В любом случае Ну видимо Где-то Где-то Не так Прошел Тогда Получается Да Алихан Хорошо Отборолся Я Не буду говорить Но спина болела Ходил Доктор Ходил Уколы Делали Массажи Делали Ему В любом случае Будем с ним Тоже Определяться Ну надо делать Выводы Какие-то Выводы делать И Я так думаю Шамиль Выводы что Работать Шамилю Мусаеву Тоже работать Надо Вывод один Работа Работать Надо Надо ошибками Работать Нестабильные Тренировки Побольше Соревнований Куда Ездить Сборы Все У них все Есть Только Работа И опыт Есть Конечно Так Тренерский Штаб Сборной России Определился С Участниками Чемпионата Мира По Неолимпийским Весам От нас Едут Заур Угуев От нас Едет Магомед Магомаев И Естественно Аблу Рашид Садулаев В каком Они сейчас Состоянии До начала Чемпионата Буквально Три недели Максимум Остается Едут На Чемпионат России Все Чемпионы Чемпионат Мира Едут Наш Абдул Рашид Контрольную Схватку Выиграл Чемпиона России Алана Багаева Они В данный Момент Сейчас Они на Сборах Находятся В Сочи Проходят Первую Установочный Сбор Будет Еще Сбор Это Нам Пока Они должны Быть Тонуси Не Чтобы В форме Они сейчас Не должны Быть Фактически В форме Они будут Уже Чемпионату Мира Этот Сбор Следующий Сбор Уже Покажет Это Предпоследний Сбор Сейчас Да Предпоследний Сбор Следующий Сбор У них Будет Как Планируют Парамонов Подмосковье Там Они Должны Оттуда Должны Должны Быть Они В Оптимальной Форме И поехать На чемпионат Мира Ну и Молодежный Чемпионат Мира У нас И До Чемпионата Взрослого Чемпионата Мира Будет Молодежное Первенство Мира До Двадцати До Двадцати Четырех Четырех Лет И туда Планируется Тоже у нас Перекидочные Схватки В шестьдесят Пятки Килограмм У нас Будет Ибрагим Ибрагимов Будет Перекидку Делать Потом Кадеев Ибрагим Восемь Шесть Килограмм Будет Перекидку Делать Плюс Сто двадцать Килограмм Абдул Курбана Тоже Будет Делать Перекидку Поэтому У нас Ну и в завершении Наверное О турнирах Которые предстоят До конца Года До нового года Я имею ввиду Какие турниры важны И в каких Наши Первые Вторые Может быть Третьи номера Примут участие У нас турнир В этом Не считая Чемпионатов Первенства мира Месяца октября С ноября У нас Четыре турнира Идут друг за другом Турнир По молодежи Будет Покойного Тижди Гусейнова У нас будет В Хасавюрте Проходить Плюс У нас Будет Турнир Кадья Бакарова Проходить Тоже в Махачкале Будет проходить Плюс У нас Будет Международный Турнир Шамиля Умаханова Будет В Хасавюрте Плюс Еще Будет У нас Мурада Умаханова Тоже в Хасавюрте 21 года В Хасавюрте Проходить Поэтому Мы Эти Вот эти Два месяца Еще Ботлевский Турнир Забыли Октябре 12 октября Будет Юсуп Абду Вот эти 5-6 турниров У нас Мы до конца Года Мы Соревнованиями Не обделены Есть соревнования Поэтому Там Я планирую Обкатывать Молодежь Все Кто Есть Ребята Хорошие Стабильные Молодежь Ребята Я буду Их туда Допускать Нету Такого Там Первые номера Вторые номера Первые захотят Первые тоже Будут бороться А пятый Шестой состав Даже Они Планируют Чтобы на турнирах Вот этих турнирах Мы должны все Пробороться Сборы Когда пройдут Когда начнутся сборы Дагестанская команда Дагестанский сбор У нас Планируется Чемпионат Дагестана Это будет 2-5 декабря Планируем Чемпионат Дагестана После чемпионата Дагестана 8-го декабря Мы планируем Первый сбор На международный турнир Ярыгина Первый сбор у нас будет Планируем У нас Пока с местом В ближайший Караман А так Обычно мы Ездили В Адлер Сочи Будем Искать Пока у нас Караман Первый сбор Караман Второй сбор Тоже уже В январе Караман Но Если Есть момент И можем В Гунибе Тоже провести Там хорошая база На базе Хорошая база Там В Гунибе Тоже будем Разговаривать Провести Может В Гунибе Планируем Или в Кисловодске Проведем У нас так Сейчас ищем Среднегория Если со Среднегорием Не получится Тогда будем Карамани проводить То есть Это максимально Приближенный К Красноярску Климат Нет Не к Красноярску Потому что Мы первый сбор Обычно всегда Среднегория проводим Чтобы ребят Функционально Физически Побольше кроссов Побольше ОФП Физически подвести Функционалка Чтобы была Первый сбор У нас всегда Мы планируем так Второй сбор Уже конечно И подводка У нас бывает Спасибо за беседу Удачи Спасибо Спасибо вам Напомню Сегодня мы Подводили итоги Международного турнира По вольной борьбе Имени братьев Хадарцевых Наш гость Главный тренер Сборной Дагестана По вольной борьбе Гаджи Магомедович Рашидов С вами был Гаджи Муразьявдинов Всего доброго Увидимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин